Ситуация с заключенными на войне развивается, и вместе с этим развиваются и уловки по забиранию их на фронт. Если еще два года назад, когда приходил Пригожин на зону, два с половиной года назад уже, это был конец июня 1922 года, его первый приход в колонии, самый главный манок для заключенных это было помилование через полгода, помилование через полгода закончилось в сентябре 1923 года, и тогда для заключенных было важно просто уйти из зоны и заработать деньги, тогда они уже получали статус добровольцев, то есть это были уже меньшие деньги, чем у контрактников, но это были деньги. А сейчас смотрите, что произошло, сейчас заключенных на зонах практически не осталось, сейчас очень и очень мало в колониях осталось людей, 53 колонии закрылись только в этом году, это не считая те колонии, которые отданы под содержание украинских военнопленных, а это больше, наверное, 20-25 колоний, очень многие колонии закрываются, люди просто до них не доходят, не доходят, их забирают вот на подлете к колониям еще из СИЗО, и официально абсолютно я напомню, что российские полицейские наделены даже неправым, это их обязанность теперь, это их обязанность каждого задержанного, включая женщин, кстати сказать, включая женщин, вербовать на СВО, каждого задержанного, это еще даже без арестного дела, и за каждого такого завербованного получают по 10 тысяч рублей, в России 50 тысяч рублей на Москве, и, конечно, люди даже не доходят до состояния заключенных, даже до состояния арестантов, никогда. Документ, который подписывают сейчас, заключенные, которые все-таки дошли в конце концов до этой стадии, до исправительной колонии, называется «Согласие». Понимаете, это не контракт, это не какой-то другой документ с Министерством обороны, не добровольческое, какое-то заключение договора, это называется «Согласие», просто согласие человека идти просто так вот на войну, больше ничего. И, конечно, это согласие не подразумевает никаких выплат, это не относится к этим людям, никакие законы, касающиеся выплат по линии Министерства обороны, по линии добровольческой, оно вообще никак не прописано в законе. Согласие есть согласие, все, больше ничего. Это даже не доброволец. И, опять же, мы об этом знаем только из судебной картотеки. Мы знаем просто масштабные отказы судов рассматривать эти дела, принимать решения в пользу этих самых добровольцев. Если бы не судебные дела, а доходят до суда очень немногие, то, собственно, мы бы об этом не узнали. Ну и плюс ко всему еще ожидает сюрприз тех, кто потерял на войне своего близкого человека, так или иначе потерял из-за заключения. Вот это вот согласие, оно лишает иждивенцев любой помощи, включая страховую. То есть малолетние дети, представители родителей, вот это все вычеркивается. Я тогда маленькое уточнение до завершения эфира, поскольку эти заключенные, они судятся с Минобороны, есть такие случаи. Какие у них вообще, в принципе, успехи и права в этом случае? Ну, никаких прав, конечно. Никаких прав нет. Ну и власти прекрасно понимают, что это судебные дела людей, которые смогли через полгода уйти на свободу. И, то есть, это вот последние дела, то есть, людей, которые выжили, которых взяли до сентября 23-го года. Вот в сентябре 23-го года была последняя партия заключенных, которых через полгода освобождали через помилование. Больше никто не вернется, никто не будет судиться. Это вот те люди, которые вернулись. Ну а те, которые забывались после, они просто больше никогда не уйдут с фронта, только, собственно, вперед ногами. Вот те, кто вперед ногами, обычно нет родственников, ну и неизвестно, кто будет судиться. А так они просто не вернутся, до суда не дойдут. Они просто не узнают никогда, что они не получат гробовых денег, не получат денег за ранения и так далее. Теперь этот вопрос решен очень просто. Просто никто не дойдет до суда. Ольга Евгеньевна, ну смотрите, мы говорим о таком плотном сотрудничестве правоохранительных органов и армии на начальном этапе вербовки. А вот как фактор того, что убийство совершается уже после того, как эти люди возвращаются в Россию, факт попустительства со стороны полиции, все-таки герои, все-таки обижать их нельзя. Не является ли, ну, по важности, ну пусть будет вторым фактором, что эти убийства и преступления далее совершаются? Ну, здесь даже дело не только в этом. Я думаю, что уж кто-кто, а извините за выражение менты, прекрасно знают, кто это. Да, прекрасно понимают, кто это. Здесь работает совершенно другой фактор. Но помимо того, что, да, за героев всегда доступятся какие-нибудь там организации, Единая Россия, ветераны, еще что-нибудь такое. Прекрасно понятно, что это новая элита, поэтому особо нет. Еще работает другой фактор. Менты прекрасно понимают, да, что они этих людей, в общем, по большому счету, на земле. Да, они их и ловили. Это именно они снимали их с теплых трупов, именно они надевали им наручники, они доставляли их в околоток, потом доставляли их в СИЗО, именно они отдавали их там прокурорам, следователям, судям и тюремщикам и так далее. Они делали всю грязную работу. А теперь, а теперь еще раз, это не они их выпустили. Здесь тоже есть такая некая профессиональная обида, которую, собственно, мы наблюдаем.